Здравствуйте! Сегодня мы разберём ошибки начинающих художников, которые порой преследуют чуть ли не до конца жизни, ну, во всяком случае, до конца академика, как минимум. Ну и конечно, самые грубейшие, самые ужасные ошибки будут в самом-самом конце. Так что, завариваем крепкий чайный напиток и начинаем. Первое – работа на столе. Когда вы работаете на столе, ваша работа деформируется чисто визуально, и когда вы её ставите вертикально вешаете хоть куда-либо, она у вас, ну, как у Павла Пикаса. Ошибка номер два – уходить рано в детали, начиная их прорабатывать, не проверив рисунок. Ошибка номер три – контуры, и это что вам, 2D-мультик? Ошибка номер четыре – гиперреализация. Как раз, когда мы не построили и начинаем работать с контуром, мы гиперреализируем какие-либо части, поэтому у нас на работе получается, что они все с опухолями, либо пчёлами покусом, либо раковые, во всяком случае, крайне неприятно. Ошибка номер пять – работа без компоновки. Когда вы, не думая, начинаете сразу работать, даже порой с подстроением, оно у вас слишком маленькое, либо слишком большое. Ибо грамотная компоновка – это уже наполовину выигрышная работа, на неё просто приятно, блин, смотреть. Шестая ошибка – это бич – тушёвка. Тушёвка убивает ваш рисунок, убивает материальность, убивает форму. Зачем? Я не понимаю. Ошибка номер семь – работа только в одном месте, забывая про окружение, не сравнивая его со стольным. Забывая о соотношении тона, пропорции и отношении цветовой друг к другу. Зачем? Зачем про это помнить? Я ж и так могу. Ладно! И так сойдёт! Ошибка номер восемь – зачернение. Когда вот у тебя кипит внутри, вот некуда выплеснуть, смотришь, у тебя всё чёрное, как будто ты свои эмоции, ненависти к преподавателю выкидываешь именно здесь. Всё чёрное, непонятное, почти что квадрат Малевич. Ошибка номер девять – когда у тебя страх, берёшь такие мягкие кардаши, максимум B, или вообще HB, или H, и начинаешь им штриховать, у тебя вся работа, как призрак прозрачная. Ни хрена не видно, опять соотношений тона нет, объём не вытаскивается, ну да, неприятно. Десятая ошибка – малый формат. Когда мы начинаем убегать вот в такое маленькое поле, начинаем в нём рисовать, забиваться, забывая, что надо развиваться на разных форматах и уметь работать со всеми ними. Просто надо уметь работать в разных форматах и не уменьшать, зажимать себя в нечто маленькое. Одиннадцатая ошибка – когда ты не можешь жить без формата, когда ты с ним настолько близко, что ни хрена не видишь общую картинку от слова совсем. Ты должен создать целостную картину, целостный рисунок. Нет, блин, вот так вот работаешь. Если я камеру сейчас приближу, это приятно? Нет, это неприятно. Всё должно быть гармонично, красиво. И чтобы целостная работа была, надо отликнуть от своей работы. Двенадцатая ошибка – это увлечённость. Вот когда вы вот так вот начинаете забиваться близко к своей работе, то вы забываете о всём пространстве вообще. Если в том случае вы не сравнивали, то здесь его вообще не существует. А, ну зачем? Да, вот у меня есть маленький кусочек, один пальчик нарисованный, одно колено. Зачем нам весь рисунок? Ну, зачем? Ошибка – это, конечно же, материалы. Туда же сводятся неумениями пользоваться и хреновые. Я понимаю, что художник может писать всем, но из говна и палок Кремль не построишь, поэтому качественный материал, хотя бы более-менее средний уровень, должен быть. То, что художнику должно быть комфортно, он должен себя чувствовать как царь и бог, грубо говоря, чтобы ему ничего не мешало, чтобы он мог создавать и творить. Четырнадцатая ошибка – это спешка. Вы не на марафоне, зачем спешить? Из-за этого вы допускаете кучу ошибок, много чего не замечаете, не сравниваете, не заканчиваете нормальную работу. Куда спешить? Времени мало. Пятнадцатый. Современный бич – работа по фотографии. Работа по фотографии. Она убивает чувство объема, чувство компоновки, чувство материал и вообще какого хера. Какого хера ты тогда работаешь? Да фотоаппарат в телефоне намного лучше. Вот, бери фотографируй, печатай. Можешь на холсте напечатать. В чем проблема? Намного лучше тебя справиться. Работать надо с натурой. Это лучший учитель. Какой-нибудь там старенький дедушка, хоть бы он много знает, объясняет, но самый лучший учитель – это натура, которая вас научит компоновать чувство объема, материалу и вытаскивает из этой жизни нечто интересное, создавая ваше творение, обогащая его и делая его намного живее, нежели фотография. Забывать о натуре. Вот перед тобой натюрморт, а ты увлеченно работаешь. Забывай о ней. Работая по фантазии и своему мастерству, пока у тебя ненабитая рука, не стоит, поверь. Ошибка номер семнадцать. Закрываться от натуры. Помимо того, что ты о ней забываешь, так ты еще мольбертик так красиво оставишь, чтоб тебе вообще ни хрена не было видно, ты как Суслик так выглядывал на меня. И все. Восемнадцатая ошибка – бросать на полпути работу свою, что крайне неправильно, ибо формирует твою привычку. Ты никогда тогда не научишься доделывать до конца и работать над своими ошибками. Зачем? Зачем, когда можно бросить, забыть, растереть? Меня так ранее откритиковали, боже мой. Девятнадцатая ошибка – прятать свои неумения. Когда молодые художники закрывают челкой глаз, когда не получается делать симметрично, руки за спиной или в карманах, так ты никогда не научишься рисовать, писать от слова совсем. Если будешь всё время прятать. С этим надо работать отдельно, изучать схемы и много-много другое. Двадцатая ошибка – обратная перспектива. Когда все здания почему-то искажены, всё кривое, косое, так ещё и обратная перспектива. Жуть. Двадцатая ошибка – слишком яркий рефлекс, порой ярче, чем блик и место света. Сравнивать не пробовал, а? Двадцатая ошибка – это то, что ты всё время отвлекаешься то музыку слушаешь в наушниках, то сериалы. Это, конечно, с удовольствием, наверное, неплохо, но когда ты работаешь в рисунке или живописи, ты должен изучать натуру, сравнивать и понимать, что ты делаешь. А слушая, ты забываешься, уходишь к нирвану, о чём-то своём думаешь, забывая о процессе рисунка, и там всё так рушится красиво, да? Как-то нехорошо. Двадцать третья ошибка – работа маленькой кистью. У тебя метр на метр, блин, формат, а ты берёшь такую нулевочку и прорабатываешь каждую детальку, забывая про фон, основные массы, всё вылазит, да и просто что-то геморрное. Ты нормальной маленькой такой кисточкой здоровенные форматы закрывать, а? Двадцать четвёртая ошибка – забывать вставать. Зачем? Н-ное место у нас слишком-таки тяжёлое, зачем надо таки вставать? А я тебе скажу зачем, чтобы можно было отойти и посмотреть со стороны общую картину и понять всё ли на месте, всё ли правильно, все отношения правильно выстроены у тебя в работе или же нет. Эх… Ну зачем? Двадцать пятая ошибка – неумение пользоваться палитрой. Точнее про неё забывать. Ну зачем нам смешивать, ну зачем смешивать, ну в банке взял? Нормально же, чё ты мне лезешь вот смешивать, оттенок искать, ну зачем? Двадцать шестая ошибка – затачивать карандаш вот с такианным гриффером. На кой чёрт тебе? Ты вот раз штрих сделаешь – он у тебя сломается. Я понимаю в целом длинный грифф, там около восьми-десяти миллиметров, это удобно, там боковые штрихи для набросков, там где-то для тушёвочки можно добавить, в сверху штрихи, то есть всё. Без вопросов. Нахрена сантиметра два? Зачем? Зачем? Ещё и мягкий какой-нибудь такой 5b, чтобы коснулся, рассыпался. Дробление, когда всё спорят, ругаются, отдельно смотрятся, не умение вытаскивать акценты, туда же сведём, и всё в таком духе. Работа в цвете. Это когда ты вроде построил рисунок, и начинаешь работу в цвете забывая про этот рисунок, и у тебя он рушится. На протяжении всей работы надо возвращаться к рисунку, и уточнять его, потому что его можно потерять. Заключая всё в целом, можно вывести некую закономерность, что ошибки у нас сделаны иногда из-за неопытности, но это не ошибка, это неопытность, она нарабатывается. Но здесь у нас есть две самые главные и страшные ошибки. Итак, первая – это невнимательность. А вторая ошибка – это бездумие. То есть работать, не осознавая, не думая от слова совсем. Это две самые страшные ошибки. Мне кажется, не только для художников. Вот такая у нас получилась подборочка небольшая. Если вам интересно, как правильно по той или иной ошибке, пишите, а отдельно разберём, как же нужно, в чём проблема. Полностью разберём ошибку и расскажем как надо. А на сегодня всё. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok